Слушай, короче, я так подумал, давай, наверное, все с этого видеоролика, все последующие будут посвящены исключительно этим кулинарным рецептам, сыроеческим, даже не так, потому что сыроеческим это сильно круто будет сказать. Я буду делать тупо одни хлебцы. Все последующие запланированные 44 500 видеороликов будут посвящены всевозможным комбинациям этих златков, травок, специй, можно даже насекомые туда добавлять, печень человеческую, Янкину. Я же как в песне, я разделю ее тело ножом на три части, и печень добавлю в хлебцы, ну а что-то другое съем. Короче, ладно, сейчас мы с тобой приготовим хлебцы. Знаешь, мне так понравились они на самом деле, что, нет, ну что значит приготовим, я просто буду рассказывать, ты будешь готовить, а я тебе буду говорить, потому что я-то их уже приготовил. Ты понимаешь, вот, надо как-то придумывать новые какие-то форматы кулинарных рецептов. Одни готовят, другие фоточки делают, кто-то пишет, а кто-то просто говорит. Короче, смотри, вот у нас полученный хлебец получился. Я еще, кстати, когда решеточку эту заберу, я уже понял, 4 миллиметра высота маленькая, минимум надо 6 миллиметров высоту. Значит, смотри, ты запах не слышишь, тут специи так пахнут, короче, бесподобно. Это нельзя передать. Это ты когда сделаешь сам, а можешь купить у меня. Короче, хлебцы охранительные, просто. Я не знаю, почему я такие раньше никогда не делал. В принципе, мог бы придумать, додуматься сразу. Берем. Это я, я не знаю, я как-то начинал есть, так не могу остановиться. Берем. Пропорции я не знаю, что нам вас делать. Короче, лен и гречечку 50 на 50. Проращиваем, промываем, погружаем в блендер стационарный. Добавляем немножечко воды. Совсем чуть-чуть. Ну, вернее, столько, чтобы блендер взял и все это превратил в однородную массу. Воды набил по минимуму. То есть, столько, чтобы взялось. Не надо делать более жидкую. Короче, чем меньше воды, тем лучше. На самом-то деле, я все-таки понял, что это каким-то странным, волшебным образом отражается на вкусе. То есть, помимо того, что оно сушится быстрее. То есть, если ты больше дольешь воды, оно будет дольше сушиться. Это одно. Ну, я не знаю, как такое может быть, но мне так кажется. Может, это у меня шизофрения просто стреляет в мою голову. Что? Короче, чем меньше воды, тем они вкуснее получаются. Понял? Значит, добавляем лен и гречку. Все это в такую густую сметану. И я тебе рекомендую, ну и допустим, если у тебя блендер, понемножечку, по-чуть-чуть добавляй. Лучше несколько раз перебей, допустим, блендер на 2 литра. Я максимум стараюсь где-то на 1 четверть загрузить. Если бы он был на 2000 ватт, то можно, конечно, и больше. Потому что лен, ну короче, если ты хочешь, чтобы у тебя техника дольше прослужила, я думал, все-таки стоит прислушиваться к этому. Меньше добавлять. Так. Тыкву, тыкву. Очищаем. Сколько? Я не знаю. Попробуешь, поэкспериментируешь, туда-сюда на глаз. Я добавил где-то... Короче, я где-то взял по 300, 350 грамм льна и гречки, и где-то полкилограмма тыквы, наверное. Может чуть меньше, может грамм 400, но на глаз. Соль. Красный, но я люблю острое. Это, понимаешь, вот тоже, как сказать, вот, тебе понравится, не понравится. Ну, одним людям нравится одно, другим другое. Я люблю острое. То есть я добавляю перец. Я покупаю специи для корейских салатов у... Не в то, что в пакетике, но они чуть-чуть отличаются. А те вот, которые вот этих волшебников продаются на рынке. Они как начинают, он вначале насыпает туда специи для корейских салатов, а потом еще туда... Мне, говорю, специи для корейских салатов. Окей. Он берет, значит, набирает ложкой из миски, где написано специи для корейских салатов, а потом этот волшебник начинает еще чеснок, куркуму, кунжут, перец, и еще, знаешь, 12 специй туда добавляет. Короче, не знаю, мне нравится так. Я, значит, добавляю вот эти специи. Сколько? Ну, я. Не знаю, как сказать. Две чайных ложки. Но две чайных ложки это понятие тоже такое относительно. Это может быть с горой, может быть нет. Короче, пробуй сам. Я добавляю соль. И, значит, я добавил семечек, тыквенных семечек я еще туда насыпал. Так, нормально. Добавил целых туда семечек кунжута, целых семечек льна. Да, все. Ну, получилось просто потрясающе. Да, выкладываю. Я выкладываю всегда хлебцы, если я не помню. Я, может быть, это говорил, может быть, и забыл. А может быть, я писал, а может быть, нет. А может, вообще не говорил. Это, пергаментная бумага разная бывает. Я, наверное, сто раз говорил. Короче, неважно. Пергаментную бумагу я покупаю в АТБ. Она хорошо очень отстает. Она просто, просто отлично отстает. Потому что бывает, пергаментная бумага другая. Не верю, что она хуже и лучше. Она просто не отстает. И ты начинаешь потом переворачивать, там, я не знаю, водичкой смачивать, чтобы отодрать. Это отстает отлично. А еще, кстати, знаешь, я еще это придумал. Ну, вообще, с рамочками, с теми, которые я заказал, мы еще посмотрим, что оно получится. Пока у меня рамочка где-то там лежит на почте пока что. Я еще, знаешь, как делаю. Я даже нарезаю иногда, вот оно чуть-чуть подсушилось, но, допустим, бумага еще не срывается. Я пофиг, прям на бумаге, ну, кладу вот эту хрень на досточку. И начинаю ножиком нарезать. Потому что, ну, мало ли, я потом просплю, к примеру, или уйду, оно пересушится, а потом ты не нарежешь, оно начинает лопаться. Поэтому я нарезаю еще в таком, когда оно уже чуть-чуть подсохло, ну, возможно, еще бумаги не до конца отрываются. Вот, и потом, главное, досушить полностью, когда высушишь хлам. Да, и чесночка, чуть-чуть совсем чесночка добавил. Все. Короче, вот такой у нас сегодня с тобой получился рецепт хлебцев. Приятного аппетита.